Всем большой привет, дорогие друзья! Меня зовут Иван, вы на канале Фэллиота. Мы продолжаем пугаться и играть в Outlast. Что сказать? В общем, не так уж далеко я прошел. Не было у меня, к сожалению, пока времени играть особо. Вот одну серию пока только успел записать. Вот мы сейчас попробуем все это дело наверстать. Вот мы с вами потерпели такое унизительное падение от какого-то очень на это самое деформированного дядьки. Очень сильного, большого такого и страшного, который нас еще и поросенком обозвал. Было очень страшно. Мне по-прежнему очень страшно. Нервишки шалят. Очень много, кстати, советов и рекомендаций я услышал в комментариях. Спасибо вам большое за это. Давайте потихонечку продолжать. Мне сказали ходить постоянно с камерой лучше всего. HD-Витя. В левом нижнем углу. Так. Говорят, что пленка не тратится, как бы, и может быть куча заметок. Да? Благодаря этому всему. Рекомендовали, кстати, мне в лужу не наступать. Следы хрен исчезают, кстати говоря. Ой. Ты кто? КИТО ТЫ! Так. Не надо так дышать страшно. Он вообще какой-то упоротый, да? Привет. А ты меня не будешь атаковать? Наверное, будет. Вот дайте только сейчас поводу. Блин, что-то я не охота мне туда идти. Стой. Они там какие-то сидят, короче, такие, ни о чемные. Знаете что, давайте-ка я пойду. Так, вот, следы, кстати, высохли. Или попробуй. Давайте попробуем, задайте мне интерес. Просто, если они на меня нападут. Никаких заметок он при этом не делает. О, сделал заметку. Овощи сидят, кучка и пялиться в пустой экран. Выглядят как пациенты. Они пережили то, что здесь произошло. Да, похоже, на чердаке он не совсем был. Он прикорист этот Абшир. Так, ну документов никаких нет. Так, там кровища какая-то. Слушайте, ну я вообще, ну там, я так понимаю, брать-то особо и нечего. Давайте. Кстати, по камере можно ориентироваться, сколько мы минут гуляем. Записали этой серии. Давайте нафиг вернемся. Стоп, стоп, стоп. Так. Что ж так дышишь-то натужно, господи? А вот это вот уже здесь было, да, все? А, ну да, я же свалился. Ну, камера у меня тогда не было включено. Может, что-то новенькое удастся, нет? Знаете, что? Так, вон я туда ходил, да? Блин, стрёмно ты просто жопа какая-то. Что ты так дышишь, как будто я не знаю? Вот эти следы. Это не мои следы. Давайте попробуем пройти. Не надо. Слушай, прятаться мне говорили, можно где-то. Так, тихо. Господи, у меня так сейчас там все сж... Как говорит мой один знакомый, сфинктер сжался так, что просто, мама, не горюй. Так, а дверь открыть нельзя. Кровь. Лужа. Понятное дело. Так. Господи, да что ж так стрёмно-то, а? Вот какие-то тоже черти тут упоротые. Мухи, смотрите, летают. Господи. Тихо. О, батарейка. Так. Что-то такое там пошевелилось, да? Так, я тут по трупу хожу, да? По лужу. Блин, они же меня по следам сейчас. Какие-то с этим мясо какое-то. Господи, человечное. Вы что здесь делаете? Господи. Опа, они дверь еще, смотрите, закрыли, да? Зачем это так резко? Я уже, да? Ой-ой-ой. Так, вот туда побежал какой-то упырь. Открывается только карта, да? Доступа, блин. Понятно. Идем дальше. Так, какие-то комнаты здесь очень похожие все, да? Или мне кажется? Ну, в принципе, это неудивительно. Портреты, смотрите, какие-то висят. Физиономии такие. Так, вот, есть какая-то документация. Давайте почитаем. Так, отчет экономический. Так. Непосредственная экспертиза проекта Валеридер. Уважаемые господа, полный отчет находится на рассмотрении медленных действий со стороны корпорации Мерков не требуется. А, все. Потенциальная прибыль проекта Валеридер остается чрезвычайно высокой. Четыре несчастных случая содержат достаточно противоречивых данных, затрудняющих любое судебное разбирательство. А в случае должного обращения с свидетельствами, делающих его невозможным. Проект Валеридер остается рискованным начинанием и может повлечь дальнейшие потери. Как и в других случаях, интерес к пациентам со стороны родственников и правительства настолько незначительен, что вероятность любого судебного преследования представляется исчезающе малой. Блин, какой-то вообще бред тут творится, если честно. Случаи насилия среди пациентов учащаются по мере того, как морфогенетические кондиционирования приближаются к стадии производства рабочих моделей. Но сочетание физических и фармакологических способов ограничения активности выказало серьезную эффективность в сохранении управляемости и прибыльности проекта. С уважением, Хелем Гренет. Департамент снижения юридических рисков корпорации Мерков. Так, короче, какая-то тут прям вообще происходит просто полный бардак. Эти все тут оборудованы. Думал, у тебя, может, какой-то карты доступа там нет случайно, а? Блин, опять я нам в лужу наступил. Апшир, ты какой-то... Фу, блин. Так, ну давай высыхай уже. Не хочется за собой следы оставлять. Нифига, что тут нет полезного в этой комнате, ребятки, кроме одного документа. Ну-ка. Нет? Ладно, закрыто. Чё такое, блин. Там уже закрылся, да, чувак? Он же на ссаде сейчас может напасть. Тут надо, короче... Чтобы глаза еще и на затылке работали. Так, вот видите, попробую сейчас лужу обойти. Чё там такое льется? Водичка. Ой, господи. А чё-то всё закрыто, а куда ж мне идти-то тогда? Камера. Кстати говоря. Видите, она тут туда-сюда вертится и... Откуда-то ведь есть управление этой камерой, да? Значит, к этим психам, что ли, больше ничего не остается? Мать моя женщина. Что так страшное? Так как тут телефон... Снята трубка, но там никого нету. Это заваленность. Ну, если уже был. Так, ребятки, извиняйте. Ну, я просто, честно говоря, не знаю, куда идти. Поэтому приходится тут ходить. Развлекаться с этим... С тем, что есть, я имею в виду. Хрен его знает, куда правильно. Вот сидит чувак, я не знаю, что с ним сделать надо. Может, пинками вот... Ну, Абшар, она сдраться не умеет, нифига. Ладно, пойдемте в комнату, сядем. Сейчас убьют, так убьют. Чё я? Больше не знаю, что делать. Здорово. Ой, их тут трое. Какие-то все они, блин... Ну, это вообще с культами с одним сидит. Господи, да вы чё? Ну, здесь тоже я смотрю... А, вот, вот, видите? Тут надо, короче, проскользнуть. Вот так вот. И сразу страшно ведь становится. Так, давайте потише. Вон еще какое-то чмо сидит. Сейчас что-то будет, я уверен. Так, ага, вот карта доступа. Тихо, тихо. Это я топчусь? Да, это я тут топчусь. В вашем блокноте кнопка... Так, список предметов. Карта доступа к диспетчерской службе безопасности. Ну, я понял, ладно. Что такое? Так, ну это сейчас обратно будет идти через опять этих упырей. Они сейчас, наверное, что-нибудь там стопудов на это. Дайте-ка выключу на всякий пожарный. К этим спиной лучше не поворачиваться. О-о-о. Отединяющая просто кровь. Атмосфера. А-а-а! Да что ж такое-то? Я еще к нему спиной повернулся. Все, уйдем отсюда. Вы сейчас не представляете, что я испытал, ребята. Я просто... Я сейчас чуть не обкакался. Так, вот еще тут... Тут же все... Я еще очень плохо осмотрел. Все, тихо. Надо успокоиться. Вообще закрыли за собой дверь. К чертям собачьим. У меня сейчас чуть сердце не остановилось, реально. Ух-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху. Я не могу. Ой, ребята, три секундчика. Мне надо немножко высушить штаны. Вот знал же, что сейчас вот что-то какой-то подлянки следует ожидать. Так, он там клавиатура моргает, да? Значит, нам надо к ней. Как ты печатаешь-то? Круто. У тебя пятерка была в институте по делу производства, да? Так, ходит там какой-то тоже, смотрите. Это падра, да, вот этот вот? Ну ты зачем такое сделал-то? Тихо. Пошел в жопу. Диа, куда мне? Куда ты нафиг? И чего мне делать? Уй-ё. А я туда бегу-то? Ну допустим. Что делать? А, вот сюда. Куда бежать-то? Тихо. Вот говно-то, а. И чё теперь? Ну куда я залез? Где моя? А, мне же камера-то не включена, нифига. Всё, надо идти туда, блин. Иди в жопу. Так, висённые висят. О, слушайте, я правда, я чё-то сомневаюсь в целесообразности. Игра и вообще играть дальше у меня просто пипец. Если так игра, всё будет в таком... Я не знаю, как люди не пугаются. Некоторые говорят, такие... А, фу. Господи, ни о чёмная такая, да, вещь? Я бы не сказал, ребят. Это тварь. Так, для запуска генератора включите два бензонасоса. И центральный. А я чё, как? Два бензонасоса. Это бензонасос, не? Не похоже, что там. Значит, 0-го-то сюда надо пройти, не? Пока закрыто. Так, 15 минут прошло уже, как я играю в эту игру, да? Во вторую часть свою. А у меня так вообще как-то уже вечность прошла. Так, вот ещё одна дверь. Блин, у меня сейчас сядет батарейка. Блин, зачем так темно? Так, вот, чё-то включилось. Чё-то там кто-то пришёл, у меня такое ощущение. Подождём. Ах, господи. Кто-то пришёл. Какое-то говно. Я сейчас оба... Ладно, я пока промолчу. Фу, слава богу, он мою не проверяет. И чё делать теперь? Я чё... Не дыши ты так громко. Боже мой! Ну если я сейчас выдаю, меня же сейчас убьют. Так, дайте поменяем. О. Да что ты, га... Ну всё, мне хана сейчас. Зашибись. А, я от него никуда не убегу. И драться я тоже не могу, нифига. Ну, потрясающе, вообще. Бум. С какого хоть момента сохранилось-то, я не знаю. Не, ну это непонятно. Чё я там сидеть до утра шёт буду? Ой, господи, да я как-то... Это чё это такое? Веча, я пропустил даже, не взял. Хорошо, что здесь. МК Ультра ЦРУ. Так, гипноз. Для подшивки. Исследование, эксперименты. 50 февраля, 54-й год. В среду, 50 февраля, 54-й год. Исследование гипнотических состояний были продолжены в корпусе 13 заповедника. Маунт Месси в Каларадо. По ниже описанным направлениям. Краткое изложение. Было задействовано постгипнотическое состояние предыдущей ночи. Команда уснуть при указании пальцем. Мисс Джексон и мисс Пирс немедленно перешли в состояние глубокого гипноза. Без дополнительного внушения. Мисс Пирс было приказано, учитывая выраженный её ранее страх перед любыми видами огнестрельного оружия, разводить мисс Джексон, находящуюся в состоянии глубокого гипнотического сна. Она пользуетесь любыми возможными способами, а в случае неудачи взять находившись рядом пистолет и выстрелить в неё. Ей было внушено, что она испытывает гнев такой силы, что не задумываясь застрелить мисс Джексон за то, что Таня просыпается. Офигеть. Мисс Пирс неукоснительно выполнил данные команды, включая выстрел из незаряженного пневматического пистолета в мисс Джексон. Впал в глубокий сон. После соответствующего внушения обе были разбужены и продемонстрировали полное отсутствие воспоминания обо всей последовательности событий. При попытке снова вручить оружие мисс Пирс, та в бодрством состоянии отказалась подобрать его или принять из рук оператора. Она также полностью отрицала возможность того, что предшествующие события действительно имели место. Офигеть. Так, ну блин. Я не пойму, я это включил, уже там давить насос или нет еще. Так. Походу не включил. Пока это закрыто, значит, нам в другую надо зайти. Тут сколько дверей-то? Тут две двери. Ага, все. Здесь порядка точно негде. Или ездя. Ждем. Раз уж они тут залазят. Витя идет кто-то. И что же мне делать? Он же меня увидит и услышит. Это вам не стелс. Блин, жопа. Жопа жопная просто. Тихо, тихо, тихо. Не дыши. Не дыши. Не дыши. Не дыши. Да дай тебе ударить чем-то попасть. И куда он пошел? Так, тихо. Надо немножечко подождать. Мне интересно просто, до которого мне момента ждать-то. Тихо. Тихо. Отвали. Я прячусь под кровать. Не трогай меня. Нет, он меня трогает. Да дайте ему в глаз, блин. Да что такое-то? Не трогай меня. Не вынимай меня. Можно я... Не, ну ты говна, конечно. Кусок редкостный. Ну и когда я от него денусь? Ну ты вообще фраер. Только бегать от него остается, да? Так, куда-то я прибежал. Все, сушим штаны. Так, если, короче, подноровиться, то теоретически только от них убегать остается, да? Видите, тут еще оказалось, что есть куда-то... Ага, вот пришел вроде подонок. Я просто не пойму, почему не сделали такую возможность и убивать их там, или вырубать. Ну бред какой-то. Ждем. Я не знаю, сколько тут ждать надо. Я там, вон, видите, он замечает меня. Как я прикольно от него в кровати спрятался, да? Шкаф только не открывай, падла. От него, когда он меня достал, потом опять туда справился. А второй раз он уже начал меня, короче, лупасить уже на момент того, как достает, да? Ой, господи. Да. И сколько мне вот так вот высиживать тут яйца? Ну, не свои, а как будто куриные. Ну давайте выйдем. Так, батареечку взяли. Так, генератор у нас не перезапущен, потому что... Знаете почему? Ну, чмо, где-то есть. Как он меня видит, самое интересное, в таких потемках. Трубой ему шваркнуть бы можно было бы, а? Тихо-тихо-тихо. Вот он, он стоит. Вот ты, скотина, а? Отсюда иди. Не увидел? Сейчас увидит. Слушайте, как мне вообще от него избавиться-то? От этого барана. Наглого. Батарейки только трачу, сижу. Идет, идет, идет. Сейчас меня откроет, господи. Ну и получу опять люлей. Не, не стал открывать. Мне каким-то макаром везет, что он в шкафы все время не в те заглядывает. Так, ну что, что делать-то? Что-то я, честно говоря, даже сомневаюсь. Только если люлей, люлей постоянно получать, да? А как-то не хочется люлей-то постоянно получать. Друзья мои. Да вам так дышать-то уже, мне даже не страшно. Абшар, мать твою. Ладно, давайте почитаем пока. Мне больше нечего заняться. А-ля-ля-ля-ля. А-ля-ля-ля-ля-ля. Да и читать тоже нечего. Я не знаю, я так сейчас все батарейки спалю, пока с этим бараном тут разбираться будут. Только от него бегать сейчас придется, и все. Так, вроде бы ушел куда-то. Или не ушел. Еще вот тут какое-то есть место. Ох, так. Шагов пока не слышу. О, батарейка. Это полезная вещь. Тихо-тихо-тихо. Так, сзади никого. А мы откуда-то отсюда, да, прибежали? Вот он. Вот он. Меня же слышно. Ну-ка, 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 ну-ка. А если я сюда? Куда-то я, блин, опять не туда прибежал. Да шо ж такое-то? Ладно, короче, что-то меня уже упарило тут от него прятаться. Ну вот и че. Я же это самое. Перезапустил что-то там, да? Сюда зашел. Ну ты падла, нет? А, сейчас вот теперь надо в комнате, в центральной, включить сам реактор, да? Все правильно. Я два... Я два... Две помпы включил, и какой-то там генератор сам включил. Теперь надо вот эту вот саму тумблер здесь вырубить или вырубить. Перезагрузить, короче. Так, подождите. Надо немножечко пере... Это самое... Перебзди... Перебзди... Главное не теряйте бздительности, как говорил один персонаж из Принтерсел. Дабл Эйджент. Ну, выходим. Больше делать нехрена. О, батарейку возьмем тоже. Может, он ушел? Тихо. Блин, с другой стороны. Нет? Вот с этой стороны. Так, все, тихо. Кто? А-а-а! Да отвалишь ты, козел! Что ж такое-то? Сейчас ты от него так просто хрен спрячешься. Опа! Приплыл. Отвали нахрен! Да что ж такое-то? Господи, а! Помогите! Ха-ха-ха-ха! Ой, валим отсюда нахрен! Бежит за мной. Так, куда мне надо... Блин, прибежал. Ты отвалишь ты, говно ты поганая. Затрахал, реально. Как ты меня видел-то, что я сюда прибежал? Так, тихо. Да ты... Не надо, иди отсюда. Так, короче, надо вернуться, да? Иди в жопу. Я уже побежал, короче. Мне уже надоело с вами тут возиться. Нам явно сюда. Вернуться обратно нужно. Нет? Так, стоп. А куда идти-то? Затрахал не могу. Сил никаких нету. Мы же оттуда пришли вроде, да? Я что-то там перезагрузил. Ой, извините. Ладно, побегаем по кругу от него. Ну, только так вот приходится бегать. И, честно говоря, я просто не пойму, куда... Ой, задолбал ты меня, что-то так. Только я, надеюсь, не услышал, меня... Меня... Так, знаете что, ребятки? Я думаю, нам надо закончить на этом. На самом деле, ничего такого, прям уже пугающего в этом я не испытываю. Просто раздражает больше. Чем... Это самое... Не пока не собра... Так, подожди, подожди, подожди. Да иди ты отсюда уже, господи. Выродок ты. Ой, поганое говно. Да, друзья мои, давайте я закончу на этом. Блин, так страшно, прям так страшно. Да не, на самом деле шучу. Ну, просто немножечко раздражает. Раздражает то, что не пойму, куда бежать пока надо. А он тут скотина просто палит меня, он нюхивает. И не уходит. С этой позиции. Не размазывает свою патрульную траекторию, скажем так. Поставьте лайк, подпишитесь на канал. Увидимся с вами в следующих страшных сериях. Я еще вот назло сейчас все выключу, чтобы он... Чтобы вам совсем было полное, короче. Все, ребятки, увидимся в следующих сериях. Большой пока, с вами был Фолиот.